На август приходится три праздника, посвященные спасителю, которые в просторечии именуются спасами. Первый – происхождение честных древ, животворящего креста Господня. Отмечают его 14 августа. В народе его называют медовым спасом. Пчеловоды начинали качать первый мед, повсеместно освящали соты и несли мед в храм на помин родителей. В праздник преображения Господня 19 августа второй – яблочный спас. До этого дня есть яблоки нового урожая считалось грехом, а на яблочный спас, как говорили в народе, и нищий яблоко съест. В этот день всю паперть заставляли корзинами с яблоками. Стоялись столы с картофелем, горохом, огурцами, репой, капустой. Все эти плоды благословлял священник, часть принесенного прихожане оставляли для храма, а после службы разговляли с яблоками. Среди даров осеннего урожая меня особенно радует и удивляет тыква. Летом она растет незаметно, а осенью появляется, поражая всех своими размерами и видом. Тыква прекрасно хранится даже в квартире и часто украшает интерьер кухни. Лежит такая вот красавица и всю зиму может пролежать. А ведь тыква очень полезна и готовить ее просто. Обычно ее запекают кусочками в духовке с медом или сахаром. Многие варят пшенную кашу с тыквой. А я вам покажу, как приготовить тыквенно-фруктовый плов. Для плова нам понадобится полтора стакана риса, сто граммов изюма, подсолнечное масло, яблоки, ну и конечно же тыква. Берем очищенные ломтики тыквы и аккуратно нарезаем их на небольшие кубики. Не очень большие, но и не очень маленькие. Теперь берем и выкладываем тыкву на дно толстостенной кастрюли, предварительно смазанной маслом. А затем выкладываем слой промытого риса. По своему происхождению тыква овощ американский, к нам она пришла вместе с картошкой, но особенно хорошо прижилась на юге России и на Украине. Там блюдо из тыквы, гордость национальной кухни. Яблоки, нарезанные мелкими кусочками, смешаем с изюмом. И теперь часть их выкладываем на рис. Затем опять делаем слой риса и слой кусочков тыквы. Таких слоев должно быть несколько, но верхний обязательно слой риса. Добавлять сахар не надо, достаточно естественной сладости фруктов. Теперь все это польем небольшим количеством масла и добавим горячую подсоленную воду. Так, чтобы покрыть верхний слой риса. Кастрюлю нужно плотно закрыть крышкой и поставить на слабый огонь на плиту, но лучше в духовку. Примерно на час. И вот наш плов готов. Есть его можно горячим, а можно и холодным, перевернув на блюдо в виде пудинга. Ангелу вам за трапезой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова